МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Розова. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Руководители Обгинска встретились со спортсменами, принимавшими участие в Олимпийских играх в Токио. Уличные выступления музыкантов в Малоярославце. Энтузиасты смогли разнообразить свой летний досуг. Как бы вы назвали одну из улиц нашего города? Вариант ответов от жителей Первого Наукограда. 12 августа руководители Наукограда встретились со спортсменами-пловцами, которые приняли участие в 32-летних Олимпийских играх, проходивших в столице Японии – Токио. Михаил Виковищев и Анастасия Фесикова на встрече с Татьяной Леоновой и Геннадием Артемьевым поделились своими впечатлениями после соревнований, а также рассказали о планах на будущее. Подробности расскажет Кристина Забожко. Напомним, что обнинский пловец Олимпийской сборной России Михаил Виковищев выступал в предварительном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем 4 раза и финишировал вторым, завоевав серебро Олимпийских игр. Также участие приняла и Анастасия Фесикова. Для нее это была уже четвертая Олимпиада. Михаил же принял участие в соревнованиях такого уровня впервые. Сегодня в администрации Обнинска состоялась встреча пловцов с главами города. Татьяна Леонова и Геннадий Артемьев выразили благодарность спортсменам за представление Обнинска, Калужской области и России на Олимпийских играх в этом году и вручили им памятные подарки. Татьяна Николаевна подчеркнула, что город гордится олимпийцами, воспитанными в обнинских спортивных школах Олимпийского резерва. То, что ребята занимаются в городе, то, что это много, то, что школа Олимпийского резерва развивается, должна развиваться, потому что те, кто понимают, как трудно и как важно, каждый день, рано утром, поздно вечером, приходить на тренировку, отказывать себе во многом, идти к этой цели, достигать. И жизнь-то она потом, так сказать, никуда не девается, а вот эти навыки и вот этот характер, это все остается. На встрече также присутствовали чемпион мира и чемпион Европы по плаванию Сергей Фесиков, тренер-преподаватель Сергей Загадский, председатель комитета по физической культуре и спорту Константин Олухов и руководитель спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Александр Тружков. Каждому спортсмену, молодому парню, девчонке тренироваться рядом с ребятами, которые достигли самых больших вершин в спорте, это само по себе уже огромный стимул, когда ты рядом с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером, а у нас не один и не два таких. Это само по себе огромный плюс и толчок в развитии. Сами обнинские спортсмены также поделились своими впечатлениями об Олимпийских играх в Токио. Не все получилось, то, что запланировал, но в целом результатом доволен. Медаль у меня есть. Настраиваюсь на следующую Олимпиаду через три года, работать, силы есть, амбиции есть, желания есть, поэтому буду тренироваться. Встреча прошла прекрасно. Это здорово, когда все-таки руководство, правительство встречает своих олимпийцев, можно сказать, своих чемпионов, и приятно, что город поддержит, ты сразу чувствуешь поддержку. Михаил Виковищев признается, что хотелось бы видеть на трибунах болельщиков, так же, как и на футбольных матчах. В силу действия жестких санитарных требований, Олимпийские игры проводились без зрителей на трибунах. Однако наши спортсмены чувствовали поддержку соотечественников и на расстоянии. Такой бассейн был как футбольный стадион, и хотелось бы, конечно, чтобы были полные трибуны, так же, как и на футбольных каких-то матчах. Но справлялись, чувствовали поддержку родных, близких, друзей отсюда, с родины. Плюс у нас очень спорченная команда, и все наши сокомандники, друзья, специалисты, тренеры, все поддерживали нас, и мы это чувствовали. Анастасия Фесикова рассказала о том, что, скорее всего, для нее Олимпийские игры в Токио станут последними, но, несмотря на это, заканчивать со спортом не будет. Не могу сказать, что я заканчиваю со спортом. Конечно же, я хотела бы продолжать плавать, но больше мне сейчас хотелось бы помогать развивать спорт в регионе, в стране в целом, и я думаю, что совместными усилиями мы можем это сделать. Конечно, мне уже тяжело, у Миши много амбиций, он молодой, у него много сил, у него все впереди. У меня это была четвертая Олимпиада, это, конечно, уже тяжеловато. Тренер-преподаватель Сергей Загацкий отметил успех своего воспитанника Михаила Виковищева и подвел итог после завершения Токийской Олимпиады. Серебряная медаль – это в шаге, конечно, от вершины, совсем от этого Олимпа, но я считаю, что серебряная медаль Олимпийских игр, она сама за себя говорит. Участники встречи также обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры Обдинска на ближайшие годы. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обдинск ТВ Не так давно в Малой Ярославце началась череда музыкальных вечеров, которая проходит на улицах города. Организаторы этих творческих встреч многим знаком. Мотоциклист-путешественник Максим Романовский. Наши журналисты узнали подробнее о мероприятиях и расскажут о них в следующем сюжете. «Летом было немножко скучно. Мы пошли к мэру Михаилу Александровичу Крылову с инициативой провести что-то вроде музыкальных вечеров, потому что сцена в городе есть и возможности организовать есть. Имеются друзья-музыканты, которым бы хотелось повыступать, но нет возможности, нет. Запрещены же всякие мероприятия, фестивали многие закрылись. И Михаил Александрович пошел на встречу, разрешил проводить музыкальные вечера». Смысл мероприятия в том, что в течение пары часов на открытой сцене музыканты, оставившие заявку заранее, могут выступить для жителей города воинской славы. Идея такая зародилась в связи с тем, что зачастую такие уличные выступления можно увидеть в больших городах – Москве и Санкт-Петербурге. «Просто каждый музыкант со своим оборудованием, желательно со своим, со своими комбиками, микрофонами, может прийти и выступить. Меня мэр поддержал, руководство города поддержало, организации культурные поддержали. И мы сделали, люди стали приезжать и, в общем-то, надеюсь, что-то получается у нас». Уже состоялось три таких музыкальных вечера. Выступали исполнители из Москвы, Нарафаминска, Калуге, Обнинска и других городов. Кроме того, на одном из мероприятий в рамках этого проекта выступил музыкальный коллектив «13-е созвездие». Эта рок-группа существует с начала 90-х годов и знаменита среди тех, кто частенько бывает на различных мото- и рок-фестивалях. «У нас есть две сцены, даже три места. Это за площадкой ФОК, сквер 1812 года и Синная площадь, Калужская 6. Это центральная площадь, городская. Разные сцены, разный интерьер». Жанровое разнообразие на малый-ярославецких музыкальных вечерах довольно большое. Исполняют от русской народной песни до рок-музыки, отмечает Максим Романовский. «Мы пока старались никого не ограничивать. Русская народная, рок, джаз, вот кто хочет, абсолютно кто хочет. У нас есть, конечно, редактор музыкальный, который старается ограничивать тех, кто совсем не умеет петь. Вот и все». Ближайший музыкальный мини-фестиваль состоится 11 сентября, а желающие на нем выступить, должны предварительно оставить заявку у организатора мероприятия. Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. Об авариях, правонарушениях и происшествиях в нашем городе расскажут журналисты программы «Экстренный выезд». 10 августа еще одно серьезное ДТП произошло на 105-м километре Киевского шоссе. Около четырех часов дня на этом перекрестке столкнулись две иномарки – «Део» и «Опель». Авария произошла следующим образом. Мужчина за рулем малолитражки, двигаясь со стороны Москвы, пренеберегая правилами, начал поворачивать налево в сторону Белоусова. А водитель автомобиля марки «Опель», ехавший со стороны областного центра, никак не ожидал такого маневра и не успел нажать на педаль тормоза, врезавшись в правую часть кузова машины-нарушителя. От удара последнее еще протаранило столб ЛЭП и уже, судя по всему, восстановлению не подлежит. Владельца «Део» сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили в больницу. А водитель иномарки «Опель» от госпитализации отказался. Видимо, сработавшие в салоне подушки безопасности уберегли мужчину от серьезных травм. На данный момент проверяются все обстоятельства ДТП. В тот же день по адресу Киевское шоссе 57 было зафиксировано еще одно ДТП. Мужчина за рулем иномарки «Опель» врезался в седан марки «Тойота», водитель которого, выезжая на главную, остановился, чтобы убедиться в безопасности своего маневра и пропустить автомобили слева. Оба транспорта повреждены несущественно. А вот припаркованная на проспекте Маркса 130 отечественная легковушка марки ВАЗ-2108 с характерными повреждениями передней части кузова тоже участвовала в ДТП. По словам сотрудника охраняемой стоянки, ночью данная машина на полном ходу вылетела с дороги и врезалась в металлическое ограждение, повредив несколько секций. По каким причинам произошла эта авария и в каком состоянии находится водитель, пока неизвестно. В минувший вторник поступили сообщения и о кражах. Сотрудники полиции отправились на один из строительных объектов на проспекте Маркса. Заявители сообщили, что неизвестные проникли на территорию, взломали замок на двери одного из помещений и похитили все электроинструменты. Сумма ущерба с учетом износа украденных предметов составила 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции составили протокол, устанавливаются детали преступления. Хищение произошло и в одном из офисных помещений, расположенном в здании по адресу Пионерский проезд 14. Потерпевшая сообщила, что закрыла кабинет на ключ и отлучилась на обеденный перерыв. Вернувшись, через час обнаружила, что личинка замка повреждена, дверь открыта и пропал кошелек из сумки, которая находилась в тумбочке. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили двух подозрительных граждан, которые заходят в здание. В настоящий момент ведется расследование, в результате которого будет выяснено, причастны ли данные лица к краже. Далее инцидент произошел в сетевом магазине цифровой техники и электроники в торговом центре на улице Красных Зорь. Две игровые приставки и видеорегистратор на общую сумму 37 тысяч рублей стали добычей злоумышленника. Сам момент кражи из сотрудников никто не заметил, но внимание привлекла пустая полка с ценниками. После проверки выяснилось, что товар не был продан и якобы числится в магазине. Сотрудники полиции изучают записи с камер внутреннего видеонаблюдения, чтобы выяснить точные детали случившегося и вычислить подозреваемого. Обнинск с каждым годом расширяется, строятся новые дома и появляются жилые микрорайоны. Мы предложили жителям нашего города помечтать и представить в честь кого или чего они хотели бы назвать новую улицу Первого Наукограда. Ну можно, во-первых, или назвать те, которые подводники, кого-нибудь герои, кто у нас там, ну Осипенко, да, есть такой. Просто назвать и тех, кто там, ну не знаю, ну много названий, только или ученых, или подводников. Вот. А можно писательную с какого-нибудь. Какого-то человека выдающегося найти. Можно назвать улицу. Или можно просто, как раньше назвали, солнечная, там южная, северная. Можно и так. В честь кого или чего вы хотели бы назвать новую улицу в нашем городе? Ну, сложно вопрос. Ну, не знаю. Ой, я даже не знаю, честно говоря, о каком-нибудь герое, наверное, надо. А кто у нас герой-то? Даже не знаю. Сейчас, судя по такой обстановке, вот, то, что героев-то, если только тех времен вспомнить войну, если отечественную, а о современных, я даже не знаю. В честь Николая Закаровича Савина. А кто это? Бывший директор того, что фигнала. В честь Федора Достоевского, если такого у нас еще нет. А почему? Мне очень нравится идея того, что в нашем городе много улиц с названием известных писателей и поэтов, и Достоевского, мне кажется, не хватает. Думаю, в честь Чехова. Ну, все-таки улицы с писателями, это тоже очень интересно. И Достоевский, и Чехов, это тоже восхитительные писатели. Я очень контактировал с Эпатовой Нинель Михайловной. Ну, вот, может быть, в честь ее, потому что она очень много сделала для города. Ну, и так она очень хороший литератор, поэт. У нас много достойных людей, я даже затрудняюсь, вот так сказать. У нас много медиков, например, которые и спасают наши жизни, и спасали наши жизни. Вот я как из медицинской семьи, то я бы обратила бы внимание туда, наверное. Например, Александр Невский. В ходу прошлого детства. Потому что из старых героев, то есть у нас улиц таких мало в городе. Вот, и мне кажется, это актуально, лишний раз-то напомнить, популяризировать все, потому что сейчас это, ну, не так часто делается. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск онлайн», в Facebook, ВКонтакте, на страничке в Instagram, а также на нашем YouTube-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова